Дорогие друзья! Время много прошло. Давненько я не снимал ничего. Работы было завалить. Я ночами работал, днем спал. У нас тут опять масочный режим. Конечно по городу можно ходить без маски. Вот я. Короче решил сегодня поснимать город Тарту. В принципе больше полгода съемки не делал. Тема такая. Когда я начал первое видео делать в 2018 году, за это время, между прочим, кое-что снесли, кое-что выстроили. Даже на моих видео не такая актуальная информация, как на самом деле. Вот здесь. Если кто помнит, в лихие 90-е здесь был гудок, его снесли. Бар для железнодорожников. Вот что я хотел показать. Это железнодорожный мост, путепровод на улице Рижское шоссе. Когда-то пару лет назад я делал видео о мостах города Тарту. И вот так тут за два года все изменилось. Сделал такую развилку. Мосты забавные такие, симпатичные. В смысле по раскраске, по окраске. Ну и за Устоевым противопроводом сделаны пешеходные тоннели. Сейчас пойду покажу. Как-то да, современно и очень свежо стало. Пойдем там с этой, с подсветки там все. Вот еще работа не совсем закончена. Это ограждение стоят. Ну там на Виховине строители, одевочные работы делают. Ну а такое да. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравится такой плиткой. Пастельных тонов покрыто. Живо. Освежает город. Вообще это место не узнать все. Вот так. Ну а все новые. Земполотни прорубили. Тоннель. Отделали его. Изящная такая конструкция. Выходим. Я не знаю. Те, кто город Тарту, ну каждый день видит. Тут ничего нового, конечно, нет. Для гостей нашего города и для тех людей, кто давно уже здесь не живет, уехал. Мы в какое-то время жили эту ночь. Вот отсюда, наверное, более, более знакомая картина. Улица Рия. Иллирическое шоссе. По мосту проходит железная дорога. Короче, вот так. Как-то так. Ну пойдем сейчас покажу. У нас тут новое урдиверситетское здание построено. Это корпус Дельта. Обучают там инфотехнологов. Его тоже недавно, буквально пару лет назад построили. Тоже освежает такое современное здание. Освежает картину города, архитектуру. А здесь как-то так. Раз уж попал этот район, что-то лень пошел не вовремя. Кто помнит город Тарту, вот здесь склады были, потребка операции. Сделали ремонт, такой серьезный ремонт, капитальный. Сейчас там хостел сдается жилье, можно снять. Там кафе есть. Наверное, аккуратно. Я, конечно, здесь живу. Зачем мне останавливаться в хостел в родном городе? Ну, для гостей столицы. Для гостей нашего славного города. Вот рядом с этим мостом. Рядом с центром. Хорошее место, удачное. Все, пойдем дальше. Продолжаем нашу прогулку по славному городу Тарту. Осеннюю. Осенью я еще нигде тут не гулял. Хочу показать такое достаточно необычное по архитектуре здание. Это университетский корпус Тартовского университета. Называется Дельта. Здесь Эдуард Александрович, мой сын, учится. Здесь факультет инфотехнологии. Если я правильно говорю, он бы мог подправить. Здание недавно построено. Новое. Мы хотели сюда зайти кафешку перекусить. Я не знаю, она работает. Сегодня воскресенье. Мы в таком окружении. Красочном. Рядом, там, за углом река Эммаги течет. Вот тут так. Внутри. Аудитории. Сейчас воскресенье. Тишина. Вот, где-то сыночится. Он говорит, половину времени они удалены дома. Затем, вот тут, натоплено. Затем, Владимиром, но потерял. В туалет, наверное, пошла. Короче, ходили. Вон там кафе. Закрыто оно. Сегодня только с понедельника по пятницу. Вот эта лестница на второй этаж. Здесь можно поваляться. Библиотека там. Короче, так. Наверх не пойдем. Я думаю, там тоже самое. Вот такой. Аккуратный вид. Ладно. Пойдем искать приключения дальше. Перенеслись мы с этого храма науки. А где мы? Вот, по-моему, район. Я здесь два с половиной года назад снимал видео. Сейчас район этот активно настраивается. Кстати, очень недешевый. Оттуда открывается красивый вид на реку. Особенно сверху. Земля здесь и дорогая. И видно, что дома такие. Архитектурные решения не самые простые, не самые дешевые. Ну, по крайней мере, для Прибалтики. То есть люди здесь будут жить обеспеченные. А там еще старый жилой фонд, который активно сносится. Здесь тоже. Там дальше идет строительство. Приехал я в берег. Какой-то северный берег реки Маеги. Или левый. Как его назвать лучше. Здесь тоже много. Я как-то приезжал. Здесь стоянка кораблей была. Сейчас вон Территорий мост сделана, ну, как бы, как-то правильно назвать-то по-русски. База, лодочная база, лодочная станция здесь. Можно на прокат взять каноэ. Лодку какую-то, покататься по реке. Здесь курсы, кстати, занятия, тренировки. Погребли. Вот. Как это, брат? Лодочная база, лодочная станция. Сразу мне вспомнилась песня. Как кто ее пел этот? Профессор Лебединский. Я убью тебя, лодочный! Вот здесь он, в таких местах. Ладно, можно маску приспустить. Я просто сейчас в магазин ходил. Кстати, там, где мы сейчас были, храм науки Дельта. Находится среди старых жителей Тарту, кто раньше, может, уехал. Универмаг Лейннакан был такой. Сейчас он называется Кунсум или Куб. Вот. Здесь, это лодочная станция, находится по соседству с городским пляжем. Такой хороший, ухоженный. Тут детские площадки, детские аттракционы, то есть, качели, всякие виселки, горки. Воды сейчас катастрофически мало. Почему-то здесь можно лодки спускать. Вот. Посудина стоит, колоша. Я, кстати, на такой же, если не изменяет память, недавно во Пскове браздил реку великую. Вот, да? Или нет? Тут побольше был. Так, ажа побольше. Это какой-то мелковатый. Ну, видать, на одном заводе делали. Так, плечо. Тут тоже частные катера, яхты. Вот, с той стороны Суперлина, я тоже год назад делал там репортаж. Вот эти дома на берегу реки, я смотрел, как бы, сам себе жилье подыскиваю. Ну, фактически купил уже, предоплату внес. Ну, долгое время искал. Эти дома-то по цене можно причислить к элитным. Ну, действительно, место. Вот рядом центр города, спокойный район, берег реки, у воды всегда все дороже. Свежий воздух, предприятие отсутствует. Ну, за исключение пивозавода, который атмосферу абсолютно не портит, по крайней мере, сейчас. Вот. И что мы тут имеем, что тут? А здесь раньше, кстати, была купальня. заказы, телефон можно, заказ, а, это заказ бани, баня тут есть. Ну, вон там водя, сейчас пойдем посмотрим. Я думаю, отсюда не турбуют. до сих пор гоняют. Пойдем посмотрим. Ну, вот тут. А, кстати, тут забегал, какие-то тут детали, из которых ладью делают. Водя, все там, ладейные приставки. Все вот в средневековщину в средневековщину, в средневековье. Нет, что в современной ладке делать. хотя, кому-то нравится история все-таки. Тоже современное здание, тоже там какая-то забегаловка. Что это? Росборгоперейшн. Ага. Короче, Россия принимала участие в финансировании строительства вот этой вот водочной станции. Машины. Вот. Вот сама приставь. И здесь место для спуска лодок. Залив такой. Бухта, вернее. Не штормит. Закрыто от штормов и сильных ветров. То есть, как-то так. Ну, пойдем. Живописное место. Мы не будем задерживаться. У меня тут все видео в этой лодочной станции будет. Здесь неподалеку на улице стадионная. Имеется колоритное здание. Людям живущим вне. За пределами Тарта оно мало известно. Те, кто здесь жил в советское время, хотел там погулять, побродить, но огорожены. Там ведутся какие-то реставрационные или, не знаю, капитальные восстановительные работы. Известное здание, но в советское время здесь мало кто был, потому что была режимная территория, огорожена крепким, высоким, мощным забором. Кстати, это здание исторический памятник, как самое большое деревянное здание в Эстонии. Построено в начале 20 века, как больница. А в советское время здесь была психбольница, психиатерическая больница режимная. Здесь, короче, лечились не совсем нормальные люди. Те, у кого раздвоение личности там, шизофрения, душа вселялась в чужое тело и так далее. Вот они здесь получали лечились, короче, получали помощь. Тут давно уже, лет 15, если не 20 лет назад, как психбольница она не функционирует, все это перевели на улицу Рая, там новый комплекс, поэтому психически неуравновешенные и больные люди живут сейчас, лечатся в более комфортных условиях. Хотят туда внутрь сходить, но, к сожалению, не судьба. Но, может быть, это ремонтировать, посмотрим, что здесь будет, прогулять. Я как-то тут год или полтора года назад гулял, там интересно довольно-таки. Вот. Ладно, пойдем. Чего показывать? Самое большое деревянное здание в Эстонии, если вы что запомните, на улице Стадюни. Давно хотел сюда добраться, район города Тарту, связанный в первую очередь с русскоязычным населением. В советское время это был военный городок, называемый, просто на речи, Шанхаем. Много выходцев, Тарту, русскоязычных, скажем так, в основном. Или родом отсюда были, или каким-то образом их жизнь с этим районом была связана. Друзья тут были, ходили. Вот. Легендарный магазин Салют. Сейчас его, конечно, нет, там какой-то, вот, Кирбутург, глошедный рынок. Не знаю, есть он там или нет. Круг знаменитый, шанхайский. Ёлка стоит тут. Новый год. Офицеры и семьи отмечали. Но здесь, в основном, вот эти все дома, здесь военнослужащие жили. Офицерский состав. Вот. В принципе, дома эти, как были, так и остались. Часть реновирована, часть, как он, в первоначальном виде. Свежает. Там вот тот район, вообще современными домами застроен, малоэтажными. Легендарные финские домики, которые тут поначалу были в Шанхае, все снесены. Сейчас пойдем посмотрим бывшую улицу Некрасова, как она сейчас называется, не помню. Вот. Посмотрим, что там творится. Такой коротенький обзор, не буду заходить. Как бы тут ничего, каких-то достопримечательностей особых нет. Может быть, кто-то будет смотреть в видео там свои родные подъезды, заметят. Ну и вот это. Бывшая улица Некрасова, сейчас она Ляне, называется, западная. Здесь вот начинались, вернее, не начинались, она вся была в этих финских домиках, короче, такие сараи, времянки, которые там строили, типа, на несколько лет, чтобы разместить быстро семьи офицеров. До середины 90-х годов они тут задержались. Бывал я, ходил в гости к одним знакомым. Там невозможно было внутри стоять, потому что пол настолько кривой был, как шар. и, короче, сейчас тоже там какие-то симпатичные домики построили. Наверное, здесь тоже будет все обустраиваться. Там знаменитые шанхайские огороды. Кто здесь бывал раньше, тот знает, о чем я говорю, помнит. Ну, как-то так, солнце вылезло и стало ярко, светло и приятно на душе. Интересно, в первой декаде ноября радуга вон. Если видно, не знаю, не видно, на камеру будет. Какая-то радостная такая солнечная прохладная погода. Здесь детский сад, я так понимаю, восставит. Шанхайский детский сад. Ну, вот просто в окончании сюжета, небольшого такого, по Тарту давно не ходил. Просто показать шанхайцам или бывшим Тарсусцам вот здесь вот Шанхай заканчивался район города и сейчас вот все застраивается активно вот такими домами аккуратными. Хорошо это или плохо, но людям нравится, активно скупаются. Тоже хотел где-то что-то здесь купить. Ну, или все распродано, или мне не по карману. Ну, купился я. Тоже не хуже. В другом районе города только. Я думаю, стройка идет полным ходом. Ну и все, на этом буду прощаться. Получилось такое, ну, довольно бессюжетное видео, просто напомнить людям и себе, в первую очередь, и людям, как меняется город Тарсус, какие-то места, связанные с моей жизнью и жизнью Тартусов, в которые вы ехали. Может быть, интересно будет. На носу у нас что? На носу у нас с Татьяной Владимировной поездка. На машине хотим, все-таки на самолете не полетим. В машине хотим в Центральную Европу съездить. Я там поснимаю видео. Интересно будет смотреть. И куда? Пока не скажу. Я только знаю, у меня забронирована первая остановка. это в Польше будет ночевка. Ну, там такая. Чисто переночеватель. Да, все. Какая цель поездки, там несколько целей будет. Увидите. Всего хорошего. Пока. До новых встреч. Пока.